МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На первом карагандинском новости в студии работает Гульнур Жакен. 25 человек были спасены от замерзаний на трассе Караганда-Балхаш. 70-80 тысяч тенге требует кладбище товарищества с ограниченной ответственностью Айжан-1 за 45 сантиметров земли для захоронения умершего. 7 новых машин поступили в автопарки станции скорой медицинской помощи города. Горнодобывающая компания Гефес сегодня испытывает финансовые трудности. Не все работники предприятия еще получили заработную плату за декабрь прошлого года. Сегодня местные власти рассмотрели проблемные производства шахтерской столицы. Подробности расскажет Николай Кравец. Сегодня городские власти выслушали представителей компаний, которые имеют проблемы по сбыту своей продукции, среди которых фирма по производству кондитерских кремов «Авангард». Недавно в Экемате Караганды было проведено совещание с приглашением кондитерских предприятий города и дилеров. Им были направлены письма по вопросу рассмотрения использования кондитерских кремов предприятия. Однако данные меры положительных результатов не дали. «Караганда эту продукцию не сильно приветствует по одной простой причине, что наша продукция в замороженном виде. По качеству мы вышли, я думаю, что качество у нас и по вкусу, и по основным параметрам выше той, которую используется в Караганда масса использует, использует российскую продукцию. Но за счет того, что она замороженная, там лишние заморочки нужны, психологические барьеры, прочие дела». Неблагоприятная ситуация сложилась и в компании «Гефес». Плановые показатели не выполняются. Это связано со слабым сбытом на шахтах крупной ассоциации. В связи с монтажом лавы в определенные месяца добыча не производилась. Перезаключенные договора на поставку угля ежемесячно подвергаются корректировке. Поэтому оплата за продукцию компании поступают не вовремя, и работники «Гефеста» вынуждены сидеть без зарплаты. «За декабрь месяц мы еще не всю заработную плату выплатили. 30 миллионов осталось недоплаченных. Рассчитываем сегодня-завтра деньги поступают. 3 января отправляли первую партию. Вот рассчитываем, что поступление денег будет». Аким Горда Мирамс Могулов акцентировал свое внимание на производстве сельскохозяйственных самолетов компании «Казавиаспектр». В связи с отсутствием технической документации на сегодняшний день производство самолетов невозможно. «Ну, вы знаете, это уже критика президента нашей страны. Уже сколько лет, два года практически проект существует, а реализации нет. То же самое в ежедневных, еженедельных контролях. То же самое, деньги переложены. Уже пора не выйти». Мирамс Могулов поручил своим подчиненным продолжить работу по поддержке местных товаропроизводителей в целях поиска партнеров и проработать системообразующими предприятиями страны вопрос взаимовыгодного сотрудничества. В департамент внутренних дел Карагандинской области пришло теплое письмо от жителя шахтерской столицы. Он благодарит полицейских за оперативную работу. Жителя Караганды обокрали перед Новым годом. Этакий подарочек неприятно поразил всю семью. Домушник забрался в квартиру ночью и, нисколько не смущаясь спящих супругов, вынес два ноутбука, деньги и драгоценности. Только утром семья обнаружила нежданное посещение вора. Но уже через два дня сотрудники Михайловского отдела полиции нашли и задержали домушника. У него оказался целый шлейф преступлений. Свои вещи семья получила обратно. Но такой счастливый конец далеко не у всех преступлений. Как заявили в Управлении комитета по правовой статистике и специальным учетом государственного предприятия Республики Казахстан по Караганской области, с 2009 по 2013 годы рост преступности в регионе увеличился на 166%. Выросло количество краж, мошенничеств и вымогательств. Правда, умышленных убийств, грабежей и разбоев, напротив, стало меньше. 25 человек были спасены от замерзания на трассе Караганта-Балхаш. Полицейские батальона дорожной и патрульной полиции, управление административной полиции ДВД Карагандинской области помогли замерзающим в 30-ти градусный мороз в автобусе пассажирам добраться до места назначения. Патрулирующие на участке дороги Караганта-Балхаш полицейские заметили стоящий на обочине дороги пассажирский автобус. К ним с просьбой помочь обратился водитель автобуса, который рассказал, что в салоне находятся пассажиры, которые едут в Караганду. Но довести их до места назначения он не может из-за поломки. В автобусе находилось 25 пассажиров, среди которых были и маленькие дети. Пять фактов оказания помощи участникам дорожного движения, в которых спасены более 200 человек. У нас были и бураны, ограниченная видимость. Просто водители не могли физически продолжить путь дальше. В этом случае наши сотрудники непосредственно, даже в некоторых случаях, пешком сопровождали, становились вперед машиной, и пешком сопровождали эти машины до ближайшего места обогрева. Полицейские пересадили детей в служебную автомашину, чтобы они не получили переохлаждение организма. Остановив двигающийся в попутном направлении автобус, они пересадили пассажиров, и те благополучно добрались до места. Потребители начинают учиться защищать свои права. Правда, это дается непросто. Спор о щепке в торте супермаркет «Южный» проиграл. Суд обязал его выплатить родителям пострадавшей девочке 164 тысячи тенге. Попробовав торт от кулинаров супермаркета «Южный», двухлетняя девочка чуть не погибла. Острая щепка, оказавшаяся в кулинарном изделии, попала девочке в глотку и там застряла. Врач, вытаскивающий инороднее тело, сказал, что девочке просто повезло. Если бы острая щепка попала в пищевод, она бы пробила стенку, и тогда девочка могла бы умереть. Родители, пострадавшие в исковом заявлении, требовали, чтобы супермаркет возместил им как материальный ущерб, так и моральный вред. На лечение и оформление документов они потратили около 50 тысяч тенге. Моральный вред был оценен в 300 тысяч тенге. Суд удовлетворил требования частично. Сумма морального и материального ущерба уменьшилась вдвое. Супермаркет должен будет выплатить почти 164 тысяч тенге. Правда, решение еще не вступило в силу. Нынче дорого не только жить, но и умирать. 70-80 тысяч тенге требует кладбище «Товарищество с ограниченной ответственностью Айжан-1» за 45 сантиметров земли для захоронения умершего. Причем квитанцию оплаты данная организация ни одному из жителей не выдает. Как оказалось, земли эти должны предоставляться бесплатно. Жители больше не намерены терпеть несправедливости и обратились на наш канал. О кладбищенском бизнесе подробно в следующем сюжете. Близкий друг Айташа Алиева погиб два месяца назад. Он похоронил его на кладбище, что на Юго-Востоке. Проводить близкого в последний путь хочется достойно, поэтому и потратил большую сумму. Однако сейчас задумался над тем, что дорогие похороны не каждому по карману. В день хоронят 3-4 человека. Куда уходят деньги? Почему в Акимате не контролируют этот вопрос? И почему не заинтересованы представители духовенства? Как оказалось, те самые 45 сантиметров земли для захоронения государство должно предоставлять бесплатно. Однако люди продолжают платить. По словам жительницы города Бодогос-Буктаново, кладбище Айжан-1 принимает заказы заранее. Бодогос заплатила за два места на кладбище. На одном похоронила своего брата. Оплакивающая его смерть, деньги внесла без перереканий и колебаний. Но спустя некоторое время узнает, что второе место продано другим людям. Мы обратились с иском в суд, на который она не явилась и послала своего адвоката. Адвокат дал такое разъяснение, что мы якобы не покупали никакую землю. Деньги она взяла за предоставление ритуальных услуг. Она дала разноску этих услуг. Цены были очень нереально космическими. Как выяснилось, эти земли были выданы в аренду 4 года назад. Между тем, закон РК о земельных отношениях гласит, каждому гражданину нашей республики земля для захоронения должна предоставляться бесплатно. Удивлены поступком работников кладбища и духовные служители. Ведь наживаться на чужой смерти – грех. Но, несмотря на это, ритуальный бизнес в городе продолжает процветать. Особенно его теневая сторона. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. 580 основных нормативно-правовых актов регулируют деятельность местных органов государственного управления. При проведении мониторинга департаментом юстиции выявлен 21 акт, требующий приведения их в соответствии с действующим законодательством. Об этом и других аспектах работы говорилось на брифинге, который организовал для журналистов города Департамент юстиции по Карагандинской области. В 2013 году деятельность органов регистрации актов гражданского состояния была направлена на повышение качества и доступности государственных услуг. За прошлый год было зарегистрировано почти 63 тысячи актов гражданского состояния. Подтверждения документов граждан были отправлены для действия в такие страны, как Германия, Россия, Франция, Чехия, Польша, Турция. В 2013 году от местных государственных органов на регистрацию поступило около 500 актов. Таким образом, регистрирующим органам в 2013 году на исполнение поступило 6 055 заедений, что на 11% меньше сравнилось с аналогичным периодом 2012 года. Уменьшение связано с переходом регистрации судебных малых принимательств в электронном виде. Из общего количества поступивших актов отказано в государственной регистрации 16. В соответствии с утвержденным планом были проведены 8 проверок местных органов государственного управления на предмет соблюдения законодательства. В ходе проверок было выявлено 17 актов, опубликованных с нарушениями действующего законодательства. Большая работа проводится по повышению правовой грамотности среди населения. Сегодня в Карагандинском государственном техническом университете состоялась встреча почетного гражданина и профессора Султана Досмаганбетова с преподавателями и студентами вуза. Это событие приурочили к 80-летию города Караганды. Более подробно об этом расскажет наш корреспондент. Султан Досмаганбетов стоял у истоков развития Горного института. Профессор, почетный гражданин и просто хороший человек. Принимал активное участие в решении проблем угольной промышленности. Самостоятельно сформировал кафедру политической экономии, которая по сегодняшний день является одной из ведущих в техническом университете. Политехнический университет рад приветствовать Султана Досмаганбетова в стенах своего университета. Ректор КРГТУ Арестан Газалиев подчеркивает его неизгладимый вклад в развитие угольной промышленности и не только. Он сделал неимоверно много для развития области, развития промышленности, развития инфраструктуры. Сам Султан Досмаганбетов глубоко тронут теплым приемом, который оказали студенты и преподаватели. Не скрывая радости и смущения, профессор стоял в красивом пиджаке, полностью увешанном медалями и орденами. За приглашение. Большое спасибо, Арсан Бавлиянович, за добрые отношения, добрые слова. Амина Смагова, Каратор Шитов, Бахтиар Аспанов, Первый Карагандинский. В Карагандинском государственно-медицинском университете состоялась акция «Чистая сессия». В акции приняли участие студенты всех курсов. «Чистая сессия» действует с 2009 года. Ее организатором стало Республиканское студенческое движение «Альянн студентов Казахстана». Подробнее в следующем сюжете. Акция «Чистая сессия» осуществляется два раза в год. В Карагандинском государственно-медицинском университете она проходит не первый раз. Студентам объясняли все возможности и преимущества данной стратегии. Представители движения «Альянн студентов Казахстана» твердо убеждены, Весь смысл акции состоит в том, чтобы бороться с коррупцией. А бороться с ней необходимо начинать именно в высших учебных заведениях. Бороться и предотвращать. Основная цель этой акции – борьба с коррупцией, ее профилактика. Я думаю, что эта акция самая такая прозрачная, потому что студенты сами заполняют эти анкеты, они анонимные. И мне кажется, вся информация в УЗИ, если там есть коррупция, если нет, все это всплывает уже на уровне республики. Каждый студент, который сталкивался с коррупцией или знает о подобных случаях, может обращаться в своем же университете к телефону доверия «Горячая линия». В КГМУ уже существует специальный ящик для жалоб и предложений и работает телефон доверия. И, естественно, все происходит анонимно. Телефон доверия у нас функционирует. Проводится анонимное анкетирование среди студентов. И ящик жалоб и предложений. Будущие медики уже знают, что в их профессии никак не допускается, как говорят в народе, разводимые сессии. Студенты медицинского университета твердо убеждены, сдавать экзамены и учиться он нужно самостоятельно, без чьей-либо помощи и протекции. Конечно, в нашей сфере, я думаю, нужно быть честным и вполне серьезным человеком. Для будущих врачей эта акция действительно важна. Правда, если учитывать, что это студенты Карагандинского государственного медицинского университета, то о таком факте, как коррупции, речи быть не может. В этом вузе не только студенты знают, что нужно учить самостоятельно, но и преподаватели. Амина Смакова, Карат Рашидов, Бахтиару Спанов, Первый Карагандинский. Семь новых машин поступили в автопарки станции скорой медицинской помощи города. Средства на их покупки выделили из республиканского бюджета, и они уже стали обслуживать население шахтерской столицы. Подробности в репортаже Николая Кравца. Новенькие кареты уже оценили сотрудники Центра скорой помощи. Здесь имеется кардиограф и вся реанимационная аппаратура отечественного и зарубежного производства. Всё для того, чтобы больной человек чувствовал себя комфортно. Тут сразу проведут необходимые процедуры для лечения. По словам фельдшера медицинского учреждения, теперь работать станет намного легче. Это у нас тоже были хорошие машины, но вот это вот она как бы европейзированная всё. Аппаратура новейшая, в общем, всё новое абсолютно. На каждый случай у нас там уже всё конкретизировано. Кареты скорой помощи усовершенствованы по последнему слову техники. В салоне машины есть медицинское оборудование из Японии и Германии. Оно позволит оказывать помощь больным людям, у которых нарушена работа сердца и кровообращение. Данное оборудование поможет нашим бригадам в оказании помощи нашему населению. Оборудование новое, соответствует современным международным стандартам оказания помощи данным пациентам. Очень удобное, работает от разных источников питания, то есть помощь может оказываться как в стационарных условиях, так и на дороге, в общественных местах. Каждый год идёт обновление стандартов скорой медицинской помощи. В Караганде новые автомобили поступили взамен устаревшей техники. Три машины используются в Октябрьском районе, а четыре – в районе имени Казбек-Би. Всё сделано для того, чтобы пациенту в любое время смогли оказать необходимую помощь. Николай Кровецк, Рат Рашитов, Бахтя Руспанов, Первый Карагандинский. Спонсор показа «Галакси Групп» – производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ – балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Аман Сау Болмсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова